И, я думаю, можно показать небольшой рум-турчик того, где я живу. Это вот, собственно, сама комната. Как и всё в Барселоне, несколько поёбанных, но ничего не поделаешь. Шмотки, как бы те, что я не распаковал, потому что это всё в Москву едет. То, чем я пользуюсь. Шкаф, которым я не пользуюсь, потому что у него проблемы с дверью, и, в принципе, он мне не нужен. Там гора вкусного безалкогольного пивча, всякая водичка и так далее, мылинорыльные, офигенный рюкзак, скейтборд и две, в принципе, мягких, удобных кровати. Если вот эту стенку чуть-чуть, где-то на полметра углубить отсюда в туалет, это будет вот фактически по размеру таком-то, где я живу в Чехии с пацанами. Кстати, буква Е, потому что тёрнул. Вот такой коридор, раздельные туалеты, общая комната такая. И верандочка с выходом во внутренний двор. Вид, конечно, ну, не самый лучший, который мог бы быть, но, опять же, лучше иметь веранду, чем не иметь веранду. Здорово, братан. С Новым Годом. Буэнос Тардос. Чай, кофе, потанцую. Действительно, потанцую, есть фортепиано. Ещё одна комната. Длинный коридор. Я не очень хороший в рум-турах, потому что у меня, собственно, никогда особо опыта в этом и не было. Да и, честно говоря, не шибко есть что показать. Обычный, хороший, нормальный хостел. Давайте сейчас возьмём наш офигенный туровой рюкзак, подрубим музычку и пойдём пить кофе. Дел не то, чтобы много, но они нужны, они важны, и их можно раскидать часа за три, и потом просто продолжить кайфовать. Живу я. Вот, технически. Это первый этаж, но он называется П, что довольно странно. И у нас есть вот такой лифт, то есть нужно вот за эту ручку потянуть, потом внутренние двери открыть. Такая интересная система, но, честно говоря, это лучше, чем вообще. И вообще не иметь лифта. На улице офигенно солнечно, но прохладно. А вот прохлада – это обманчиво, если ты ведёшь активный образ жизни. Например, вот ты со скейтбордом, или ты много ходишь, много гуляешь, потому что тебе кажется, вот, надо надеть кутку, вот это всё. И ты только начинаешь делать экшен, и хана. Ты потный, и ты замерзаешь, ещё больше тебе некомфортно. Поэтому, как бы, толстовочка, футболочка, и вот, поверьте, вот прям вообще кайф в шоколад. Собственно, Пласса де Татуан, возле метро Татуан. Мне нравится говорить слово Татуан почему-то. Вот если поехать вниз по той улице, там будет форма комикс Монтана Шоп и прочие приколюхи, и моя любимая Арк де Триумф. Но мы двигаем в сторону Ласса де Каталуния. Или просто здесь Ваня, я не помню точно. Вот Ласса де Каталуния. Потому что там недалеко Старбакс. Это раз, а в трид всякие тут. Вот это нарушаем, нарушаем чуть-чуть. Потому что там Старбакс, там Зара, там Юнико, H&M, магазин Лего. И для начала мы бодримся к фейфам, накидываем сценарий к последнему ролику в этом году. Кстати, монтируем еще один ролик. И после этого двигаем по шмоточным магазинам. Потом докупаем подарки. И у нас остается еще где-то часов в оси, вообще свободных, до наступления вечера. Вот за что я офигенно люблю Барселону. Это за то, как она разделена на эти квадраты района. И все видно просто насквозь. Как-то обычно бывает, произошло непредвиденное событие. И сегодня непредвиденным событием было то, что купюра в 100 евро не прошла контроль в Старбаксе. Разменять мне ее нужно. Так что сейчас постараемся где-то дойти местечко, чтобы там не докапывались до нее. Махнем и двинемся дальше. Плюс я смонтировал челкасты, тот день, 2023 года. Но я его еще не срендерил, потому что рендер показывает полчаса. Я не хочу еще полчаса тратить тебя просто в кофейне, когда еще дела не сделаны. Подходим к одному из моих любимых архитектурных спотов в Барселоне. Не знаю почему, но именно вот этот собор меня впирает больше, чем любая саграда, фамилия и прочее. Что-то в нем есть такое. Чем Барселона разительно отличается от любого города Чехии, даже Праги. Это толпой народу. Все-таки туристический город, сильно туристический. Но знаете, меня это не то, что не вложено. Я на самом деле в конце даже кайф от того, что вокруг какой-то экшен, какой-то ажиотаж. Все что-то суетятся, ходят, смотрят, что кому-то что-то все время что-то нужно. Я рожден в мегаполисе и вырос в мегаполисе. Для меня вот такое вот будет всегда в приоритете. Приколите, какой стич. Да я же все это не могу. Вы посмотрите, этим можно убить. Ловлю себя на мысли, что находясь в Барсе, мне вообще не хочется выпускать телефон из рук. И это все идет очень, знаете, так, натурально, не через силу. То есть я прям такой, ох, хочу вот это снять, ох, хочу вот это снять, вот это, вот это, вот это, про это рассказать. Вот в других городах, типа, вот даже когда я вот в Вену ездил, я все время думал, надо, надо снять, надо, снять, надо. Вот это было, вот это надо. А здесь нет, надо, здесь хочется. Вот это прикольная хренадулина. И вот этот. Так, миссия фактически выполнена. Было самое сложное. Я хотел купить своим товарищам подарок. Плакат, постер, так сказать, интерьер. И вы сами знаете, что чаще всего ты смотришь, там 80% херово напечатано. Оставшиеся 20% из них 10. Смотришь такой, ну, ну хрен его знает попса какая-то. Потом и доставшиеся 10-5%. Ты думаешь, ну, вроде как прикольно, но не ёкать. И вот в других, в последних 5% наконец-то появляется что-то стоящее. Я вот так себе в том году купил постер Акиры и Наруто. Каждый день на них смотрю, не на радость. А ещё Шепардовский Абэй постер тоже офигеннейший. Они у меня висят каждый раз. Я каждый раз смотрю и кайфую. И вот я купил товарищам. Вот, не видно. С заглавной цитатой трейнспотинга. Офигенный постер. Мне очень понравился. Минемалистичный, но при этом очень красивый такой подходящий в интерьер. И я двигаюсь по Ла Рамбле. Это самая туристическая, огромная и дурная улица. Если у вас есть вариант, обходите её стороной. По старой доброй барсиланской традиции я заблудился. Я пошёл не в ту сторону. И понял это только придя уже в каечную точку. Выругавшись на четырёх языках, благо теперь меня могут понимать фактически в любой точке мира, я развернулся и почапал в обратную сторону. Но я абсолютно не раздосадован. Потому что каждый метр здесь, друзья, это такой кайф. Только что отснял новогоднее поздравление. А теперь нужно докупить подарок. И заодно, блин, нормально в конце концов сводить вас со мной за ручку по магазинам комиксов. Вот оно, Акацуки Аниме 100. Гоуинг Мэри из аниме Манги Ван Пис. Омнибус мордобоя. Глаза абсолютно безбожно разбегаются. Интересная манга мужской дружбы. Показывать я вам её не буду. Впечатления остаются неизгладимые.